Я иду моей сторонкой Юрий Анатольевич Быков бесспорно талантливый и наиболее самобытный из современных режиссеров, за что и был обласкан всевозможными ценителями высокого искусства и высокомерно проигнорирован сильными мира сего. Несмотря на то, что фильм «Завод» сегодня не разобрал разве что ленивый, нам все равно есть что сказать. Например, тут мы рассмотрим, кто в действительности является главным героем, в чем смысл концовки и как картину «Завод» видит обычный человек, а не прилежный марксист-ленинец. И кое-что еще. Творчество Юрия Быкова настолько сильно контрастирует с современным ширпотребом, что становится непонятно, или весь современный кинематограф это вообще не кино, или если это кино, то творчество Быкова не кино. Почему именно так? В основном потому, что диалоги героев глубоко продуманы. Потому что фильмы не для чисто поржать с пациками. Вам так и так тюрьма. Так мы же не бандиты. Мы – поздавшие рабочие. Ну если бы зовут прибыль приносил, разве бы я его банкротил? Мне нужны никому эти плиты, мне их что солить. Чувствуется, что над каждым диалогом автор думал, пропускал сквозь себя и пытался максимально остро и точно выразить самую суть, используя при этом минимум слов. Это огромная редкость среди бесчисленных словоблудных пустышек. Я не позволю, чтобы какой-то там придурок из интернета взял и все испортил. Быков наделяет уста своих героев ценной прозой. Наблюдать за диалогами невероятно интересно. Ведь предложенные позиции расположены в самых далеких друг от друга этических точках и самых далеких друг от друга социальных этажах. Главных героев в заводе три. Это борец с несправедливостью Седой, олигарх Калугин и начальник охранки Туман. Вокруг этих основных трех персонажей разворачивается сюжетная драма. Между Седым и Калугиным, как между небом и землей, пробиваются вспышки молний, как в виде грубых взаимных претензий, так и в виде философских бесед. Они оба, как приходят к нам со своим опытом, позициями и взглядами, так и уходят от нас, не поменяв ничего в себе. Но Туман – это другое дело. Из трех персонажей меняется только он. Он – персонаж, который развивается. Остальные двое – статичны и неизменны. Туман наблюдает за схваткой не просто рабочего и хозяина завода, а за схваткой двух непримиримых философских позиций. И это оставляет на нем след. Туман – вот главный герой, вокруг которого разворачивается весь сюжет. Это герой, на которого влияют события. Он изменяется. Те персонажи, которые не подверглись изменениям, представляются нам некими мертвыми крайностями, идеальными объектами. А тот, кто изменяется – тот живой, настоящий. И именно он будет в центре нашего внимания. Его глазами мы и смотрим на сюжет. Собственно, что произошло? Почему Туман изменился? И что в нем изменилось? Разница этических позиций, на которых стоят Седой и Калугин, колоссальна. Где справедливость? А нет ее. Справедливости. Нет. Режиссер нам показывает, что капиталист постулирует отсутствие справедливости в жизни. А рабочий жаждет этой справедливости, как рыба, выброшенная на берег, жаждет воды. Почему у меня ничего? А у тебя все. Возможно, Седой пытается добиться справедливости потому, что он и правда мстит. Как в этом его обвиняет его злейший враг. Тебе неправда нужна. Мстишь. Калугин сводит все его высокие мотивы к примитивной мести. И об этом говорит даже сам Быков. Я не думаю, что он народный мститель, потому что он мстит, конечно, за собственную, не сложившуюся жизнь. Причем, мне кажется, достаточно основательный, не беспричинный мстит и конкретному человеку, то есть олицетворению зла. Но то ли нам хочется верить, что это не так, то ли этого объяснения действительно недостаточно. Седой, как будто мстит только за себя. Хотя на самом деле, его праведный гнев, это гнев его класса. Класса рабочих, который в фильме спит крепким сном. Мстит за отсутствие справедливости. Но как бы там ни было, справедливости по факту нет. Справедливость вообще разная бывает. Уравнительная, распределительная. И в любом случае является умственной абстракцией, понятием о должном, а не чем-то, что существует объективно. Но тем не менее, в сознании людей справедливость как-то живет. В фильме прекрасно показано, что она нужна только рабочим, а капиталисту нужно ее отсутствие. Хотя о каком отсутствии речь? У хозяина завода тоже есть своя справедливость. И она состоит в том, что он тратил силы, добивался своего положения, рисковал. И вот он добился и эксплуатирует тебя. А чего добился ты? Ничего. Поэтому ты быдло. А я езжу на гелике. Если ты господин, то ты не обязан ни с кем поступать честно. И это же следствие твоего господства. Это та черта характера, которая закрепляется при переходе из грязи в князи. Справедливость у рабочего другая. Она распространяется на все общество и провозглашает запрет на эксплуатацию человека человеком. Ради мести? Не совсем. Это как минимум рационально и выгодно для всех. Однако, нужно понимать, что нет правильной и неправильной морали. Есть только мораль конкретных классов. Фильм показывает колоссальную разницу у этических позиций рабочего и хозяина завода. И отражает классовую природу морали. В этом ценность фильма. Со временем запрет на эксплуатацию человека человеком глубоко укоренится в культуре нашего общества. И будет сравним с сегодняшним запретом на инцест. Но этого еще нужно добиться. Подобно тому, как человек добился подчинения себе огня, силы пара, а потом и энергии атомного ядра. Так и уничтожение эксплуатации человека человеком необходимо заполучить, добиться. Как неведомая сила природы когда-то была покорена человеком, так и общественная стихия должна смениться организованной волей объединившихся индивидов. Рассмотрим более подробно финал картины. Многие критикуют этот фильм за последние 15 минут, потому что герой Дениса Шведова вдруг внезапно перестает быть жестоким и брутальным и решает сдаться. То есть это такой провис сценарный или просто не все прочитали это? Мне кажется, это нормальный драматургический ход и это нормальная человеческая психология. Самым непонятным моментом концовки для нас было не милосердие Седова, человека с благородными мотивами и высокими устремлениями, а отчаянная и пустая попытка Тумана защитить Седова от силовиков. На секунду, защитить неизвестного убийцу своих друзей. Туман не является борцом за прекрасное будущее, подобно Седому, и ожидать от него финального рывка во имя спасения своего врага почти нонсенс. В этом и загадка. Седой проявил милосердие. И это неудивительно. Он человек светлых мотивов. Тут нельзя сказать, что он поступил совсем непредсказуемо. Благородный Седой остался собой. Ловкий и хитрый Калугин тоже остался собой. Но Туман изменился. Если рассматривать именно Тумана как главного героя, то неповедение идеального и неизменного Седова становится интересным, а изменение Тумана. Пытаясь как-то объяснить поведение Тумана, мы несколько недель посвятили спору. И у нас осталась лишь одна версия. Нельзя сказать, что она очень сильная, но она хоть как-то объясняет изменения в главном герое. Финальная попытка спасти Седова – это не следствие какой-то одной конкретной причины, а следствие целого комплекса причин. До встречи с Седым, Туман касался лишь одной стороны жизни. Той стороны, где люди совершают какие-либо действия только ради денег. Работают, грабят, похищают, убивают. Все ради денег. Есть жизнь реальная. Бедность, голод, нищета. Посмотри, у каждого свой интерес. Понятный? В самом начале Седой был вполне вписан в ценностную систему координат Тумана. И Туман знал, как с такими работать. Но постепенно Седой открывался для Тумана не как обычный головорец, а как борец за справедливость. И, как мы уже поняли, за справедливость своего класса. Не деньги волновали Седова. Вовсе нет. Экономическая претензия была лишь ширмой для действительной претензии – политической. Туман даже подчеркнул этот момент. Ты бы хоть сказал мужикам, что это революция. Хотя, какая тут революция? Никогда одиночка не совершал коренных преобразований в обществе. Но об этом позже. Туман впервые в жизни сталкивается с силой, которая не вписывается в ту систему ценностей, в которой он варился всю жизнь. Туман все время удивляется поведению Седого. Только ради чего? Возможно, приближаясь к развязке, Туман задается вопросами. Что делать с этим сильным, умным и честным человеком? Дать деньги и отпустить? Убить и забыть? А как убить, если Калугин в заложниках? А может, черт с ним? С этим самодовольным и эгоистичным Калугином? Непонятно. Туман растерян. Он не знает, как ему поступить. Именно за его сердце и ум с самого начала происходит сражение, поставленное Быковым. И в тумане что-то начинает двигаться. Старое, мертвое и понятное начинает потихоньку спадать под нагрузкой молодого, живого и неизвестного. И тут, вдруг, это новое, молодое и неизвестное принимает сильнейшее решение, которое до конца обнажает его благородную природу. Отпускает своего злейшего врага, отказывается от денег и соглашается на смерть, отступая перед широкой поступью старого мира, который еще силен. Показывается, что пусть народ уже не хочет, но власть еще может. И поэтому еще рано. Туман никогда не соприкасался с новым миром, который вдруг был грубо убит. Этот новый мир оставляет на нем глубокий след. Хотя он лишь на миг осветил всю его доселе грубую и прагматичную жизнь, заключенную только в борьбе за средства к существованию. Оказывается, есть нечто большее, чем возня в питательном навозе. Туман уходит с места событий тем же способом, каким туда шел, ставший небезразличным для него, новый мир. Почему Седой не убил Калугина? Ему ведь все равно нечего терять. Так забрал бы с собой хоть одного подлеца. Но нет. Молодой и живой мир понимает, что ему еще рано родиться. И ничего не поменяется. Убей он хоть весь отряд СОБР. Ему нужны не деньги и не личная жизнь. Ему нужна общественная справедливость. И ее он не добился. Рано. Может быть, кто знает, сейчас бедности, скудости, нищете, лишениях зарождается эпоха. Да не эпоха, эра. Милосердие. Быков говорит. Для меня этот фильм об отрицании насилия и о тех, кто его провоцирует. Об отрицании радикализма. О том, что правда в сочувствии, в милосердии и в понимании, а не в желании добиться справедливости любым способом. Милосердие – поповское слово. Быков опирается на самое лучшее и прекрасное человеческое качество. На милосердие. Может ли зверь быть милосердным? Нет. Волк просто ест зайца. А иногда даже волк просто ест волка. Но человек – это другое. Но что значит быть милосердным к тому, кто эксплуатирует тебя, твое окружение, да вообще весь рабочий народ? Милосердие сильного, наделенного властью человека, является проявлением силы. А милосердие слабого – проявление слабости. Если бы Калугин поступил милосердно и пощадил Седого, это вызвало бы у нас уважение к нему, и в этом проявилась бы его сила. Но он так не поступил, и поступить так он не мог. А милосердие, которое проявил Седой – это проявление слабости. Не так ли? Всем нам казалось, что Седой – сильный человек. Однако Седой – не простой боевик, а носитель идеи общественной справедливости. Как слаба эта идея в обществе, так слаба она и в конкретном человеке. И ей не прибавило бы силы, если бы Седой убил Калугина. Мы знаем, ничего бы в обществе не поменялось. Место Калугина быстро занял бы другой, и все за мгновение вернулось бы на круги своя. Воры, коррупция, эксплуатация. О каком милосердии говорит Быков? О милосердии, которая должна проявлять жертва по отношению к преступнику? Так это называется не милосердие. И в данном контексте милосердие – это лишь красивое оправдательное слово. Или Быков говорит о том, что преступники, которые живут лишь тем, что угнетают трудовой народ, должны вдруг из моральных соображений осознать недопустимость своего некрасивого поведения. Ну, так это наивно. Никакое милосердие в данном контексте не может себя проявить и при этом не оказаться абсурдным, нелепым. Однако Быков прямо говорит, что он отрицает радикализм. Не нужно восставать против эксплуатации. Видимо, нужно призывать капиталистов к совести. И тогда вопрос, а как вообще возможны изменения, которых он хочет, которые, видимо, нужны. Но как они возможны, если практически никто из нас за эту черту переходить не будет, потому что для нас это табу. Равновесие, справедливость. Но если они построены на насилии, на крови, будут ли они, собственно, тем, что пытаются добиться герои? Дорогой мой горький, необыкновенный большой человек, вы опутаны цепями жалости. Это в такой острый момент борьбы. Отбросьте эту жалость прочь. Логичным следствием из отрицания радикализма и утверждения милосердия вытекает путь реформ. Сейчас страна в равной пропорции разделяется на тех, кто хочет перемен, и тех, кто не хочет. На самом деле перемены нужны, но не радикальные. Все должно делаться в балансе. И то, что кто-то отчаянно сдерживает развитие, и то, что кто-то отчаянно пытается форсировать это, в одинаковой степени непродуктивно и нездорова. Быков. В постперестрочной России успело родиться уже второе поколение людей, а в жизни первого поколения так ничего и не поменялось. Вот он, путь реформ. Поменялось только то, что разборки и перестрелки на улицах стали происходить чуть реже. И то, лишь из-за того, что рынок поделили. А стреляют теперь только малолетки да психи. Сколько еще жизней мы будем ждать, пока путь реформ даст нам хоть какие-то положительные плоды. Кроме естественных этапов развития капитализма, к которым никакие реформы не имеют отношения. А между тем, в первые 20 лет после Великой Октябрьской Социалистической Революции, когда господствующим классом стал рабочий класс, в России и примкнувших к ней союзных республиках совершилось столько великих преобразований на благо простого человека, что никаким царским реформаторам даже не снилось. Для тех, кто еще вчера подыхал от грязи и вшей в рабочих казармах, после революции была доступна медицина, санитарные условия труда и проживания. В это время дети рабочих не слонялись без дела, а получали образование. Как позже выяснилось, лучшее образование в мире. Из огромной армии сирот после Гражданской войны советская власть создала дружные трудовые коллективы, в которых человек обретал радость подлинной человеческой жизни. И кстати, за этот первоначальный период было покончено не только с Гражданской войной, но и в значительной степени смогли сильно приглушить преступность и бандитизм. Тут сказано далеко не все. Да и незачем сейчас говорить обо всем. Главное заметить, что путь реформ – это наивный путь, на который нас толкают именно капиталисты, а путь революции – это единственный путь, на котором у жертв появляется шанс посадить преступника в тюрьму, а самой остаться в живых. Но если Быков хочет сказать, что путь реформ лучше, чем то, что вытворил Седой, то он прав. Но дело тут вовсе не в том, что путь реформ – верный путь, а в том, что Седой продемонстрировал абсолютно бессмысленный акт самосожжения. Но об этом чуть позже. Никому, даже из второстепенных героев фильма, не дарована легкая судьба. У каждого свое горе. Случайно или умышленно режиссер наделяет горе-тумана самым страшным содержанием из всех представленных – ожидание смерти любимой. Режиссер показывает, что жизнь тяжела не только у рабочих, но и у олигархов, и их ближние обслуги. Плохо всем страдают все. Только кто-то переносит свои страдания в бедности, а кто-то – в богатстве. Меньше ли вторые проливают слез? Автор хочет показать, что нет. Взятый Быковым острый социальный контекст, как обычно, накладывается на его непрестанно звучащую во всех его фильмах песню. Песню героя-одиночки, который борется с системой. Только в этот раз, вместо одного спасителя вселенной, у нас целых шесть. Косых, кривых, но все же настоящих борцов. Хотя, как окажется, это и не борцы вовсе, а бунтующие мещане. А у вас тоже правда. Какой он? Что вы рабы? Говно готовы жрать, только чтобы вас не трогали. И так и будете, пока вас с этим говном не смешают. У Быкова носитель некой справедливой идеи всегда в одиночестве и всегда больно врезается лбом в стену общего безразличия, своей неспособности что-то передать другим и неизгибаемую волю сильных мира сего. Пожалуй, каждый фильм Быкова пропитан лютой ненавистью и одновременно страхом перед серой массой мещан, которым нет дела до того, как их грабят и насилуют. Особенно ярко и полноценно мещан описал Горький. Мещанин. Существо, ограниченное тесным кругом издавна выработанных навыков мысли и в границах этого круга мыслящие автоматически. Влияние семьи, школы, церкви, гуманитарной литературы, влияние всего, что есть дух законов и традиции буржуазии, создает в мозгах мещан несложный аппарат, подобный механизму часов. Ружину, которая приводит в движение колесики мещанских идей, приводит в движение силы тяготения мещанина к покою. Все молитвы мещан могут быть сведены без ущерба их красноречию к двум словам «Господи помилуй». А в общем, этот лучший гражданин культурного мира совершенно похож на того дикаря, который, будучи спрошен миссионером, «Чего ты хочешь?» ответит «Очень мало работать, очень мало думать, очень много кушать». Мещанин – это патологический случай, когда крепко усвоенное человеком механиком мышления прекращает рост его мысли. Бывают случаи, что мещанин, благодаря насилию событий, усваивает идеи, чуждые ему, но они становятся для него источником страданий, как, например, на кожные болезни или же камни в почках, в печени. В этих случаях он весьма часто начинает лечиться болеутоляющими средствами – религией, пессимизмом, алкоголем, распутством, хулиганством и так далее. Нам показалось, что режиссер из картины в картину показывает именно своё неприятие мещанства, своё желание изменить мир, свою надежду и свою неспособность на что-то повлиять. Я всегда говорю, что романтикам я сочувствую гораздо больше, чем прагматикам. В заводе правдиво отражено социальное положение России. Кто-то скажет, что Быков перегнул палку и чрезмерно всё очернил. Но тут нужно понимать, что эта картина, как и все его работы, является образом, хотя уже менее метафорическим, чем в Дураке, где разрушающийся дом есть образ России. Завод – это не Россия. Завод – это лишь плацдарм, на котором происходит война. Война классов. Ведь именно классовую борьбу хотел показать Быков. Но показал ли он заявленную борьбу классов? Мы считаем, что нет. Во всех фильмах Быкова мы видим поражение. Но, несмотря на это, мы не считаем, что Быков насаждает упаднические настроения. В работах Быкова нет иллюзий. Нет розовых красок про то, как кто-то в одиночку меняет мир. Все бы и хотели однозначного персонажа, который пришёл, отомстил, понимаете, всех убил и поднял на вилы. В реальности тоже нет таких условий. Нет такого положения ни у одного человека, чтобы единолично или силой малой группы в корне поменять положение всего общества. Нет такого в жизни. И нет такого в фильмах Быкова. Разве что кто-то один взорвёт атомную бомбу, чем откинет человечество в развитии на пару тысяч лет назад. Но это не те сюжеты, с которыми работает Быков. Что мы видим в фильме «Дурак» или «Завод»? Мы видим пропаганду безнадёги? Или вполне адекватную констатацию того факта, что активизм бесполезен? Скорее так, мы видим безнадёгу активизма. Просто диву даёшь. Кстати, это крайне актуальный посыл, который способен отрезвить головы многих юных революционеров, которые сегодня делают решительную ставку на активизм, митингизм и плакатизм, чем изрядно портят воздух. Ведь такая деятельность, ничего не давая рабочим, даёт власти повод для закручивания гаек, ужесточения законов и большего давления на рабочее движение, которого ещё толком и нет. Рано для такой деятельности. Очень рано. Быков говорит нам «В одиночку ты никто!» Посмотрите на себя. Мы все в одиночку. Вот прямо сейчас наверняка каждый в одиночку смотрит этот ролик. В одиночку ищет себе работу. В одиночку думает о своей зарплате. В одиночку переживает нехватку времени на семью и любимое дело. И так далее. И конечно, на благодатную почву единоличного, а по сути мещанского сознания ложатся и образы из картин Быкова. Поэтому каждый мещанин делает вывод после фильмов Быкова, что всякое сопротивление бесполезно. И именно этим опасны работы Быкова. Хотя он лишь показывает конкретные события и их следствия. Он говорит, что именно сопротивление в одиночку или малой группой авантюристов бесполезно. Он не прав? Он абсолютно прав. В одиночку ты никто. Однако, вирус безнадежности поражает слабое мещанское сознание, воспитанное на образах супергероев в одиночку, останавливающих поезда и спасающих планету. А у Быкова герой не спасает ни планету, ни завод, ни даже самого себя. Фабрика грез из года в год рассказывает нам об обратном. А Быков берет и показывает нам реальность. В одиночку ты никто. Спасибо вам за это, Юрий Анатольевич. Я потрясен до глубины души. Но зритель, сознание которого регулярно подвергается корректировке в ремонтных цехах фабрики грез, видит совсем другое. Безнадегу. Постоянное чувство предстоящего провала и бессмысленности в абсолютно любом сопротивлении. Ничего не получится, как ни старайся. Вас подавят грубой силой и на этом все закончится. Вы, коммунисты, идиоты, если хотите все поменять. Ведь Быков-то вам показал результат ваших чаяний. Ничто не поменяется. Никто вас не поддержит. Это трогательная история. Быков, безусловно, талантливо и правдиво показал лишь часть картины. Он показал лишь один способ борьбы за свои права. Этот способ называется активизм. Но ни одна революция в истории человечества не совершалась группой активистов-авантюристов. Все революции, все коренные преобразования в обществе совершались народными массами. Почему рабочие фильма «Завод» не стали бастовать? Быков и тут опирается на мещанское большинство, чтобы дать дорогу герою-одиночке. Быков не показывает забастовку, а из фильма в фильм показывает борьбу героя-одиночки против системы. Почему? Это вопрос отдельный и, возможно, уходящий глубоко корнями в личность автора. Но мы все же наблюдаем положительную динамику. Сначала в одиночку, затем группа авантюристов, а потом что? Мы надеемся, что Юрий Быков услышит нас и покажет забастовку. Пусть с трагическим концом, как это показал из Эйнштейн в стачке. Но пусть он нам покажет, что и такой способ борьбы есть. Пусть он покажет, что не все вокруг мещане. Пусть он нам покажет борьбу не только за экономические интересы рабочих, но и за политические. Пусть он нам покажет еще раз связку капитала и государства, омерзительное лицо мещанства и поражающее воображение возможности сплотившихся масс рабочих. Мы хотим видеть настоящую борьбу классов, а не жалкое избиение придворными стражниками одного бунтаря. Товарищи, мы считаем, что Юрий Быков требует более внимательного отношения со стороны коммунистов. Плюс фильма в том, что фильм четко отражает сложившуюся в обществе расстановку сил и не высасывает из пальца поведение героев. Оно логично и обоснованно и показывает закономерный итог действий. Но в этой честности содержится неоднозначность, которая может привести к отрицательному результату. Вместо того, чтобы сделать вывод, что такой вариант борьбы приведет к поражению и искать другие способы, посмотревший может прийти к выводу, что любая борьба бесполезна в принципе. Сейчас я думаю, что скорее всего реальность нужно отпускать. Но опять же, вы поймите меня правильно. Я просто столько бился головой об стену, что понял, в общем, что сопротивляться реальности – это сопротивляться в каком-то смысле космосу, Богу. То есть сопротивляться тем процессам и механизмам, которые придуманы не тобой. И становится понятно, что это бессмысленно, что единственное, что ты можешь сделать – это просто наблюдать, слушать внутренний голос и плыть по течению. Не в смысле трусости, а в смысле отдаться этому огромному миру, дать ему возможность управлять тобой, а не пытаться самому управлять этим миром. Потому что я науправлялся, мне хватило. Мы привлекаем ваше внимание к режиссеру Юрию Быкову потому, что считаем его бесспорно талантливым и выдающимся художником. И считаем, что он, вслед за туманом, за своим героем, тоже сможет что-то в себе поменять. Он превзойдет свое недоверие к простым людям, снимет с них клеймо мещанства и покажет, что при определенных условиях они способны к объединению и изменению в жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok